Добрый день! В эфире Рявунг ТВ. У нас в гостях доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Александр Борисович Крылов. Добрый день, Александр Борисович! Спасибо, что приняли наше приглашение. Александр Борисович, сейчас самая обсуждаемая тема – это отставка Пашиняна и ожидающиеся выборы парламентские. Как Вы считаете, являются ли эти парламентские выборы выходом из сложившегося политического кризиса? Все же зависит от того, как они будут проведены и к какому результату они приведут. Помимо этого, еще проблема в том, что проигравшие партии признают ли они результаты выборов и будут ли они готовы проводить акции протеста по типу тех, которые они проводили раньше, если они проиграют. Но самая главная проблема – это то, что парламент, судя по всему, будет очень дробный по составу и будет ли он дееспособным. Если там будут самые разные партии, то как раз уязвимость парламентской модели государственного управления состоит в том, что в парламенте очень много споров, но очень долго принимаются решения, а часто они не принимаются. И когда парламент, если там не будет какой-то доминирующей силы, а будут более-менее равновеликие разные силы, то эти споры и дискуссии могут тянуться бесконечно и в итоге ничего не будет решаться. Поэтому здесь много разного рода опасностей, но все будет зависеть от того, как пройдут выборы и кто там одержит победу. Если в парламенте будет все-таки какая-то сила, которая сможет проводить свои решения и она будет доминирующей, тогда будет одна ситуация. Если там будет несколько равновеликих сил, то ситуация может быть очень хаотическая. Так что все будет зависеть от воли армянских избирателей, за кого они проголосуют. Дай бог, чтобы все прошло законно и прозрачно, без всяких фальсификаций. Здесь у Армении есть свой опыт печальный, но будем надеяться, что сейчас те времена уже прошли и все-таки результаты отразят реальную волю армянского избирателя. Если парламент будет дееспособный, то и дальше будут возможности успешного развития в Армении. На сегодняшний день мы видим, что Армения находится в глубоком политическом кризисе, в том числе также неспокойно на границах. Заявления разные со стороны, в том числе Алиева, которые угрожают безопасности Армении. Насколько вероятно, что будут возобновления военных действий в ближайшем будущем? Военных действий не будет, потому что, собственно, и есть договор российско-армянский о взаимной обороне и границе Армении. Ведь не зря ни азербайджанская армия, ни турецкая, они дальше ограниченных провокаций, они не шли. Чтобы, не дай бог, не дать повод для того, чтобы российская армия вступила в соответствие с условиями российско-армянских договоров о взаимной обороне. Поэтому границы Армении, которые признаны международным сообществом, которые зафиксированы в ООН, где Армения является членом этой организации, это вполне обеспеченные в плане безопасности границы. Проблема была в том, что Карабахово в фактических границах, в которых он был до последней войны, сюда российские гарантии не распространились. И с точки зрения международного права Азербайджан вступил в ООН в границах бывшего советского Азербайджана. И это признавалось отчасти и Армении, потому что она ведь не признала ни независимость Нагорно-Карабахской республики и не объявила эти территории спорными. То есть здесь вот такой вот был, видимо, была надежда на то, что кто-то признает независимость Нагорного Карабаха. Но вот спустя 30 лет мы убедились, что признать никто не признал, а у Азербайджана и Турции был реальный повод заявить о том, что они восстанавливают территориальную целостность, которая признается международным сообществом. И в соответствии с этим они вели военные действия в Карабахе, которые привели к известному результату. То, что здесь мы должны разделять все-таки безопасность Армении в ее юридически признанных границах и все остальное. А как тогда понимать заявление Алиева, что если Армения мирным путем не предоставит корридор через Зангезур, тогда они его силой откроют? Это не угроза безопасности? Ну, заявления, они ведь имеют свою цель, вот это посеять здесь какую-то панику, это повлиять в плане негативном на внутриполитическую ситуацию, вот нервировать своего врага. А то, что и Азербайджан, и Армения друг друга продолжают воспринимать врагами, это ни для кого не секрет. Поэтому здесь вот от этого характера отношений идут вот эти все заявления. Понятно, что никакого наступления на этом направлении не будет, и тем более, что там сейчас проводятся мероприятия, которые обеспечат безопасность этой армянской территории. Недавно один из экспертов назвал всю вот эту изменившуюся конфигурацию в регионе большим землетрясением и сказал, что неизвестно, какие будут авторшоки. Как вы считаете, какие могут еще авторшоки быть после военных действий, изменения ситуации в регионе? Ожидать еще каких-то таких острых моментов? Ну, знаете, я бы не говорил о землетрясениях, автошоках. Здесь скорее надо говорить о том, что баланс сил изменился, изменился он коренным образом. Конечно, то, что Турция пришла и ее военное присутствие на территории Азербайджана будет постоянным, это очевидно. И турецкий парламент на этот счет принял специальную резолюцию. Так что, конечно, военно-политический баланс изменился на всем Южном Кавказе. Но это не значит, что баланс изменился в пользу одной стороны. Потому что первоначально и Турция, и Азербайджан хотели, чтобы в состав миротворческих сил в Карабахе, причем не только на территории, которая контролируется Азербайджаном, но и на территории, где проживает армянское население, были введены турецкие миротворцы наряду с российскими. Вот, и у них этого не получилось. То, что российские миротворцы введены, и они там введены серьезно и надолго, это совершенно очевидно. Поэтому надо посмотреть, что будет дальше. Есть два пути дальнейшего развития событий. Первое – это все-таки военный реванш. К этому склоняется. Ну, судя по тому, что я наблюдаю в информационном поле, большинство армянского населения все-таки не принимает результатов последней Карабахской войны и выступает за реванш военный. Если на этом строить свою позицию, будет одна ситуация. Но есть и другая часть, которая говорит о том, что мы должны измениться сами, чтобы изменились отношения с нашими соседями. Вот, что соседей мы поменять не можем, и надо с ними как-то договариваться. Вот, и отсюда, вплоть до того, что говорят о том, что мы должны снять требования признания Турции геноцида армян. Потому что, конечно, все упирается в это. Вот Турция видит в этом признании угрозу для своего существования, для своей территориальной целостности и массу других угроз. Вот, поэтому для них это важно. И в Армении есть люди, которые об этом откровенно говорят, что если мы хотим изменить ситуацию, то нам надо снять это требование. Снять требования, это не значит, что мы перестаем оценивать это как геноцид 15-го года. Но мы перестаем эту тему будировать на международной арене. Вот, и дождемся, когда Турция сама поймет, что это ее моральный долг признать вот это вот все, что было. Это преступление, геноцид массового армянского населения. Вот, такие высказывания есть. В основном это круг Леона Тарпетросяна и вот ряд известных политологов, которые ему близки. Жерайер. Лепаритян. Лепаритян, да, совершенно верно. Вот, он, пожалуй, наиболее последовательно эту точку зрения высказывает. Но есть и другие. Но мне кажется, что пока вот эта точка зрения еще для Армении остается экзотикой. Все-таки в основном большая часть склонна к тому, что надо вести дело к реваншу. То есть укреплять свои военные силы и ждать благоприятной ситуации для того, чтобы начать новую войну в Карабахе. Может быть, и с Турцией за возврат исконных армянских земель. Отсюда тема Карского договора, Московского договора, которые несправедливы, которые оскорбительны для Армении. И исконные армянские земли должны быть возвращены Армении. Так что будущее региона зависит от того, какая точка зрения возьмет вверх. Пока сказать, что время реванша настало мы не можем. Видимо, это не близкая перспектива. Но такая же не близкая перспектива – это замирение с Турцией Азербайджаном на тех условиях отказа от признания с их стороны геноцида Армян 2015 года. Мы видим, что ситуация крайне неустойчивая и неопределенная. С точки зрения Турции и Азербайджана крайне жесткая позиция. Геноцида не было. И то, что сейчас произошло с заявлением Байдена и ответные все заявления со стороны Турции, которые были поддержаны Азербайджаном, говорят о том, что все готовы скорее к конфронтации, чем к стабилизации и замирению в регионе. С точки зрения региона это очень печально. В связи со вчерашними заявлениями Байдена был ответ со стороны главы МИДа Турции Чавушовлу. Он это назвал популизмом. Есть также точка зрения, что это месть Турции за закупку российского оружия. Что это было на ваш взгляд? Здесь надо разделить две вещи. Все-таки моральная часть – это то, что геноцид должен быть осужден. Просто как совершенно аморальная политика. Это совершенно очевидно. И те, кто хотел осудить, они уже давно это сделали. Скажем, Российская Государственная Дума сделала это еще в 1995 году. И больше 20 государств это сделали. Сенат США заявлял и Конгресс о том, что они рассматривают это как геноцид. И сейчас заявление президента последовало. Но тут я не могу не вспомнить поправку Джексона Веника. Вы, наверное, не помните. А еще в советское время была такая поправка, которая вводила массу ограничений и санкций по отношению к Советскому Союзу за то, что Советский Союз не выпускал евреев из страны. И уже Советского Союза не было. Уже евреи все уехали, которые хотели. И из России, и из постсоветских республик. А поправка продолжала действовать. Мне кажется, что здесь скорее не моральная оценка этого преступления, а все-таки это такая дубинка, которая будет использоваться для того, чтобы вводить санкции тогда, когда не будут нравиться какие-то действия Эрдогана и турецкого руководства. Само по себе это довольно морально. Но для армянской дипломатии это дает определенные дополнительные возможности для международной арены, и грех этим не воспользоваться. Все очень ждали заявления президента США. Последует в плане международного признания геноцида какое-то массовое признание или какая-то компенсация потомкам, пережившим геноцид? Почему именно ждали, чтобы президент США произнес это слово? Я не знаю, кто ждал. Может быть, в Армении ждали почитатели американской демократии. Для них это очень важно. Но в практическом плане все будет зависеть от того, насколько американскому руководству нужно будет задействовать эту тему для давления на Турцию или для введения каких-то санкций. То есть сама по себе тема-то она не важна, а важны те возможности, которые они дадут Вашингтону. Ну, известны их требования отказаться от закупок российского вооружения. Я думаю, что к Северному потоку-2 добавится и Турецкий поток, и Голубой поток. И все это при желании американцы могут использовать. Могут они использовать и армянские требования возмещения ущерба. Территориальные или материальные. В любых формах, в том числе, собственно, чего Турция больше всего опасалась. Это объекты, которые принадлежат Турции в Соединенных Штатах Америки или в Западной Европе, которые могут стать предметом судебных исков. Если жертвы, потомки жертв геноцида будут выдвигать претензии на компенсацию понесенных ими ущербов. Ну, все будет упираться не в справедливость и в законность этих требований, а в то, когда американскому руководству нужно будет это задействовать для давления на Турцию. Ну, посмотрим. Видите, ситуация достаточно непредсказуемая. То, что здесь мы можем наблюдать самые неожиданные сценарии. В Турции уже прозвучали призывы вывести военную, американскую военную базу с аэродрома и Джерлик. Насколько это реально, что вот так будут развиваться события? Ну, мне сложно представить, чтобы отношения настолько обострились и американцы настолько далеко пошли по пути конфронтации с Турцией. Скорее всего, они добьются каких-то уступок. Вот Турция сейчас заявляет жесткую позицию, но, видимо, в итоге стороны как-то свою позицию равновесят и удовлетворятся тем, чем можно удовлетвориться на этом этапе. А дальше все будет показывать более глобальный и международный контекст. А можно ли ожидать на этом фоне сближения Турции и России? У нас отношения с Турцией сложные, но, тем не менее, России удается находить вот с таким трудным нашим партнером взаимодействие по принципиально важным областям. Прежде всего, это конвенция Монтрёв 1936 года, это режим Черноморских проливов. Конечно, Россия не заинтересована в том, чтобы любые военные корабли ходили по Черномуру, как они хотят и когда хотят. Турция здесь конвенцию Монтрёв соблюдает, хотя американцы уже давно ведут дело к тому, что она давно устарела и пора ее отменить. Вот у нас взаимодействие по Сирии, очень сложное взаимодействие, но, тем не менее, оно есть, и это тоже американцев крайне раздражает. В Карабахе, я думаю, что ввод российского миротворческого контингента без того, чтобы об этом не поговорить предварительно с Турцией, вряд ли был бы возможен. Потому что здесь тоже по кавказской тематике у нас какое-то есть взаимопонимание, но есть и масса противоречий. Поэтому здесь нам важно, чтобы в пользу Армении и России мы пользовались всеми возможностями, которые возникают из тех отношений, которые есть у России с Азербайджаном и с Турцией. Но все-таки у нее отношения совсем другие, чем у Турции, скажем, с Арменией. Поэтому Россия могла выступить в качестве нейтральной силы, посредника и гаранта безопасности, чего не могла Турция, которая однозначно выступила на стороне Азербайджана. — Сейчас в Армении набирает популярность движение «Сильная Армения» с Россией за Новый Союз, которая выступает за более глубокую интеграцию с Россией, вплоть до вступления в союзное государство. Насколько Россия заинтересована в подобного рода интеграционных процессах на постсоветском пространстве? — Россия, прежде всего, заинтересована в стабильном и успешном развитии Армении как своего союзника, важнейшего союзника. Поэтому здесь любые партии, которые сейчас будут принимать в выборах, выборы покажут степень влияния этих партий. И, конечно, если партии, которые выступают за максимальное сближение с Россией, наберут весомые результаты, то это будет на пользу нашим двухсторонним отношениям. Но все покажут выборы. Так что здесь мы ограничены по времени. Посмотрим, что они покажут. Если действительно такая повестка привлекательна для большинства армянских избирателей, тогда эти партии получат весомое представительство в парламенте. И, конечно, уже тогда эта идея будет развиваться на совсем другом уровне. — Александр Борисович, большое спасибо за интересное интервью. — Вам спасибо. Редактор субтитров А.Семкин